Девочка-пай Тема будет называться, давайте мы откроем Евангелие от Матфея 13 главу 44 стиха, мы можем посмотреть. Тема будет называться «В поисках мудрости царства». Слава Господу, что у Бога есть мудрость для нас. Иногда мы так сосредоточены на том даже, чего мы знаем, что нам кажется, что еще можно узнать, но у Бога глубины. У Бога, как мы пели сегодня, «бездна богатства». И написано «бездна богатства и премудрости, и откровения». Аминь. И на самом деле, у меня вот как-то было, что зазвучало такое слово, я верю, что как будто Господь, чем ты выше поднимешься, тем ты больше увидишь. Иногда мы не видим много, мы говорим, я хочу, чтобы мое видение расширялось, я хочу увидеть больше, но мы слишком низко. Посмотрите в Библии, всем, кому Господь хотел показать что-то больше, Он говорил, что поднимись на гору. Авраам, поднимись на гору, посмотри к северу, к югу, к западу, к востоку, всю землю, которую ты видишь, я тебе даю. Моисей, поднимись на гору. Иисус ночи проводил на горе Леонской. Поэтому, конечно же, нам сегодня не надо подниматься на физическую гору, но в духе, когда ты поднимаешься, Господь открывает тебе видение. Аминь. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 13 глава, будем читать 44 стиха. Здесь сказано, Иисус говорит, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле это. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пришел, пошел и продал все, что имел. И купил ее, то есть купил эту жемчужину. Иисус учил, проповедовал и говорил о Царстве Божьем. И когда Иисус проповедовал о Царстве Божьем, во-первых, Он имел в виду конкретное место, которое называется Божье Царство. А во-вторых, проявление Божьей силы, проявление Царства, когда кто-то исцеляется, когда происходит чудо. Что это? Это проявление Царства Божьего в физическом мире. И вот смотрите, Иисус очень часто для того, чтобы донести людям духовные истины на простом языке, на понятном языке, использовал притчи. Как бы такие простые, ну, простые такие примеры, чтобы мы поняли. И вот, кстати, вот эта 13 глава Евангелия Матфея, это практически, там несколько притч, очень важных о Божьем Царстве. И, конечно же, когда Господь говорил эти важные истины, Он имел в виду, чтобы мы вникали в это. Сразу забегая вперед, скажу так, что драгоценные вещи, они не лежат на поверхности. Почему золото ценно? Потому что его не так много, оно не лежит на поверхности, его надо найти. И мы иногда думаем, как бы пробегая страницы Писания, ну, да, я это знаю, я это слышал, но не углубляемся. Итак, во-первых, Царство Божье – это конкретное место в духовном мире. Во-вторых, это проявление. И, так как эта притча говорит о Царстве Божьем, Царство Божье подобно купцу, ищущему что? Хорошей жемчужей. Конечно, я бы хотел, чтобы было больше времени, чтобы мы могли заострить внимание на каждом слове. Заметьте, ищущему. И так Царство Божье будет проявляться в жизни тех людей, кто ищет. В Библии есть, что некоторые люди приходили посмотреть, какие же чудеса совершит Иисус. И они всегда оставались разочарованы. Иисус не показывает просто так чудес. Помните, даже сказано, что Ирод, он так обрадовался, что Пилат послал к нему Иисуса, потому что надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но, написано, Иисус не ответил ему. Но те люди, которые ищут Царство Божье, подобно купцу, ищущему хорошей жемчужей. Так вот, я о Царстве немножко хочу, чтобы мы увидели. Вы можете не открывать, вы можете, если интересно, пометить дома, посмотреть. Реально 4.17, я буду очень быстро. «Ибо Царство Божье не пища и битие, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Как я уже сказал, что одна из границ Царства Божьего – это проявление Царства. Это когда мы видим, как работает Царство Божье, проявляя себя в этом физическом мире, следуя определенным принципам. Поэтому, если ты хочешь видеть чудеса в своей жизни, изучай, что есть Царство Божье. И здесь сказано, что Царство Божье – это не пища и битие, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Если ты будешь стремиться жить праведно, иметь мир и радость во Святом Духе, ты на пути к проявлению, к тому, чтобы видеть своими глазами, как Царство Божье проявляется. Не правда ли, что все мы с вами здесь, находящиеся, очень хотим, чтобы Царство Божье проявлялось в нашей жизни. Мы очень хотим. Но иногда мы как будто бы, мы думаем, что это я должен только молиться. Есть принципы, как оно работает. Не пища и битие, не что-то внешнее, но праведность, мир и радость, во-первых, во Святом Духе. Также в других местах Писания, я очень быстро пробегусь, вы не открываете Евангелие от Матфея 12, 28, я даже по памяти скажу, что когда фарисеи, они говорили, что Иисус изгоняет бесов силой князя Бесовского, и вот в 28 стихе Иисус говорит, если я перстом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царство Божье. Оно проявляется, оно проявилось. Евангелие от Матфея, 10 глава, 7-8 стих, когда Иисус посылает учеников проповедовать, Он сказал, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Божье, или Царство Небесное. И дальше следующий стих, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Царство Божье будет проявляться. Поэтому очень важно понять, что Иисус говорит определенные принципы, как Царство Божье может проявляться в нашей жизни. И так, возвращаемся к Матфею 13, 45, что Царство Божье подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Видите, купец – это человек, который знает ценность товара. Чем занимался купец? Чем занимается купец? Он покупает товар. Он знает его стоимость. И когда он видит товар, он знает, за сколько он может купить этот товар, чтобы его перепродать с выгодой. То есть, купец – он профессионал в этом. И написано, что он ищет. Это его работа, это его жизнь – покупать, перепродавать. И видите, купец – он в поиске хороших товаров. Купец – в поиске интересных товаров, которые бы кому-то понравились. Товар, который кто-то захочет купить. Он на этом зарабатывает, он этим живет. И смотрите, когда Иисус говорит, что Царство Божие подобно тому, как купец. Я хочу некоторые слова, чтобы мы просто запомнили. Ищет. То есть, Царство подобно, во-первых, человеку, который ищет. Который в поиске. Который что-то ищет. Ищет хорошие жемчужины. Как бы Царство Божие сравнивается с вот этой жемчужиной. Которую купец нашел. И когда он нашел, он много жемчужин видел. Есть много в мире ценностей, которые нам кажется, что они ценные. И мы готовы как бы их купить. Он покупал, чтобы перепродать и чтобы стать богаче. Это естественно, это нормально. Но смотрите, когда он нашел одну жемчужину, так как он был профессиональный в этом, чтобы оценить, он увидел, что эта жемчужина какая-то особенная. Не похожа ни на что, не схожа ни с чем. что он уже не думал о прибыли. Он настолько понял ценность этой жемчужины, что готов был продать теперь все, что он имеет. То есть, смотрите, до этого он жил, чтобы купить, перепродать и стать богаче. Теперь он готов. Видите, христианство начинается с переоценки ценностей. Если у нас не произойдет переоценки ценностей, мы не увидим в должной степени проявления Царства Божьего. Знаете, иногда люди на самом деле не говорят, где чудеса, где там это, где то. Но их оценка ценности, она абсолютно мирская. Они не в поиске этой жемчужины. Наоборот, они, может быть, недооценивают. Но Иисус говорит, что вот, когда купец увидел эту жемчужину, он продал все, что имеет. И перед этим тоже мы прочитали, помните, причем, что Царство Божие подобно человеку, который на поле нашел сокровище, скрытое на поле. И от радости, такая радость его наполнила, что он ушел на это сокровище, что написано, он утаил, никому не сказал, чтобы кто-то не перекупил за это время. Пошел, продал все, что имел, и купил это сокровище. И вот этот купец, он не хотел это упустить. Он понимал, что это настолько важное решение в его жизни. Он не хотел упустить эту жемчужину, чтобы кто-то ее купил. Он готов был отдать за нее все. Он ее оценил. Все, конечно же, имеет свою ценность. Но что важно, что я в первую очередь хочу донести, что он искал. Царство Божие подобно тому, как купцу, который ищет хороших жемчужин. Он искал. И Царство Божие, Царство Небесное подобно купцу ищущему. Видите, многие хотят, чтобы им принесли, разжевали и в рот положили. Да? Все готовенькое. Я сталкивался, на самом деле, когда Господь давал мне кому-то слово. Я говорил, вот такой. И человек, он просто не понимал, он говорит, ну расшифруй. Я не шифровальщик. Если тебе это надо, ищи ответ. Мы хотим, знаете, все понять. И я однажды, когда читал Библию, я понял, что Иисус говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Евангелие, да? Не идите и объясняйте Евангелие. Иногда люди говорят, сложноватая проповедь. А, конечно, она сложновата для тебя. Ну, например, не для меня. Для меня она не сложна. И когда мне люди говорят, сложная проповедь, я так хочу сказать, ну ты же имеешь ум Христов, во-первых. А во-вторых, почему ты думаешь, что все должно быть, знаете, уже как бы разложено по полкам. Ведь даже, кто самый лучший проповедник, кто лучший проповедник, чем Христос? Ну, понимали ли ученики его проповеди? Они все время подходили, ничего не поняли. Не поняли. Объясни еще раз. Зачем притчами говоришь? А что как притча? Им казалось, что это так загулировано. Почему просто не объяснить? Вот скажи, Царство Божье, это вот один, два, три, пять, десять. И мы также хотим понять, как приходят чудеса, как приходит исцеление. Объясни нам. Разжуй нам. И идите и что? Проповедуйте. Бог есть любовь. А люди скажут, ну, если Бог есть любовь, почему в мире происходит это? И ты пытаешься начинать объяснить, сказать, я не знаю, я не в курсе дела. Знаю, что Он любовь. Понимаете? Мы такие адвокаты Бога. Мы пытаемся все в Евангелии объяснить. Боимся кого-то обидеть. И силы Божьей мы не видим. Пытаясь все свести на какой-то такой уровень. Как жить верой? А вот там же тоже вот человек вроде бы жил верой. Но, как говорится, не повезло ему в жизни. Да откуда мы знаем? Мы не адвокаты Слова Божьего. Но смотрите. Если ты что-то хочешь иметь, ты должен искать. Разве нет? Я хочу еще сказать. Если кто-то очень хочет, он ищет. Если ты не ищешь, ты не хочешь. И ты что-то слышишь, что открываются какие-то двери, какие-то возможности. Надо то и то и то. Если ты будешь искать, Господь тебе поможет. Но когда ты говоришь, что у меня нет возможности, я не хочу. Ты просто не ищешь. Знаете, когда нам надо. Замечали? И время находится. И усталость куда-то уходит. Знаете, как если я устал, я устал идти в церковь, воскресенье надо мне отдохнуть. Ага. Если бы тебе сказали, колбаса по пять рублей. Такая, ну, копченая, хорошая. Ты бы неслась туда с сумками и пакетами. Ну, или несся бы. Ну, ладно уже, сестры, ну, простите вы меня. Уже смотрю, что... Ну, вы поняли, что я имею в виду? Когда нам надо. Ой-ой. Мы ищем. Ты когда-нибудь терял 10 долларов? Ну, я имею в виду, что ты куда-то положил, но потом забыл, где они. Нет? Хорошая память, если она удалилась, да? Ну, хоть кто-то здесь было, что вы положили куда-то и забыли, да? Ой, я уверен, что вы искали. Ой, искали. Вы все книги перетрифляли. Вы там все. Энергии сколько? И про обед забыли. Вот что такое искать, когда нам надо, когда для нас это ценно. Я помню, как я куда-то ехал и билет куда-то положил. И не могу найти. Мне уже садиться в транспорт. Ой, я искал. Ой, я молился. Я нашел. Ну, улыбнись ты уже. Это же нормальная притча про царство Божье, да? Конечно. Нормальная притча. Ну, нормально. Но суть, смотрите. Ты имеешь только то, что ты ищешь. Хочешь мужа? Ищи. Хочешь жену? Ищи. Но это я для неженатых. Чтобы он понял. Если ты женат, то тоже ищи. Ну, свою жену. Не понял, где она, да? Где жена? Где жена? Ищи! Ищи! И вот, если хочешь видеть проявление Божьего Слова, славы Божьей, силы Божьей в своей жизни, ищи царство. И поэтому, знаете, мы так делаем. Прежде всего, ищите царство Божье, и правды его, и все остальное приложится. Сколько раз мы это читали? Ну, ищешь ли ты? Купец ищет. И Евангелие 7, глава 7, 8 стих. Вы тоже дома можете посмотреть. Стучите, и открой, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, ибо всякий. Скажи, всякий. Всякий. Поэтому, когда Господь тебе говорит, я хочу, моя дочь или мой сын, чтобы ты поехал в миссионерскую поездку или на конференцию, не говори, Господи, знаешь, у меня же денег нет. Ты даже еще не искал? Да? Всякий. Ищущий. А в другом переводе ищи и продолжай искать. А бывает так, что ты что-то ищешь, оно на самом видном месте. Я раз пришел к автомобилю, открыл автомобиль, а потом не могу понять, где ключи. А я, вот, когда открыл, я положил, так, наверное, на машину сверху, ну, ключи. И не могу найти, все обыскал. Короче, искал, искал, потом пошел, хорошо, что были запасные, взял. Еду, набрал скорость, слышал, что там по крыше покатилось. Они, оказывается, были на крыше. А это на самом видном месте. Иногда истина тоже. На видном месте. Мы как-то не видим. И вот, Матфея 6, 31, 32. Ищите же прежде Царство Божие, правду Его, и все остальное приложится вам. А 31 стих, что там сказано? Что язычники ищут, что не беспокойся там, да, о том, что есть, что пить, что одеть. Слава Господу, мы все одеты сегодня здесь, да? Да? Слава Богу. Видите, Господь, он как-то заботится об этом. Поэтому, видите, каждый что-то ищет, ищешь или одного, или другого. Или ты в поисках сервелата, или ты в поисках царства. Смотря, где какие ценности. О, я слышал, скидки в сенсей, да, или как. Я пойду, сегодня я не могу пойти на собрание. Я в поисках дешевых товаров. Зачем тебе это искать? Ты поддался на рекламу, что это все могут раскупить. Вряд ли. Вряд ли. А 32-ое, что там? Ищите прежде царства. Что такое жемчужина, царство Божие? Ведь ищущий жемчужин. Во-первых, это вечные истины. И вечные ценности. То есть, вот есть истина, которая кажется, вот она, но она не вечная истина. А что самое драгоценное? Это вечные истины. Но находя вечные истины, мы находим вечные ценности. Вечные истины. премудрость Божья. Эти жемчужины царства Божьего, это вечные истины. Есть временные истины или временные ценности, приходящие ценности. Поэтому Иисус говорит, не ищите, как можно перевести со старославянского на наш, ищите Царство Божье прежде. Не ищите, или не отдавайте столько времени в поисках временных ценностей. Ищите вечные ценности. Временно оно как бы, вот временные ценности они лежат на поверхности. Их видно всем. Но вечные ценности сокрыты, сокрыты. Их находят только ищущие. Даже я вам скажу один секрет, хоть я не проводил исследование, но я так думаю. Большой процент христиан, они все еще не нашли вечных ценностей. И они еще все не нашли вечных истин. А вот сейчас мне несколько местописаний, которые хоть я и помню наизусть, но я хочу, чтобы мы их все-таки зачитали. 1 Петра 2,7. Давайте посмотрим про вечные ценности. Ну, конечно же, это, во-первых, Иисус Христос. 1 Петра 1,4. Смотрите, как здесь сказано. Нет, это не то место. Это мы потом почитаем. 1 Петра 2,7. 2,7. Начнем с него. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень. Видите? Он может быть одновременно для кого-то ценным, для кого-то не ценным. Для кого-то это жемчужина ценная, а для кого-то нет. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна. Вот эти камень, который отвергли строители. Подумайте над этим. для нас он драгоценность, а для неверующих камень. Причем камень, который они отвергли. Не понимая, что все равно этот камень во главе угла. Он основание. И вот если мы в своей жизни отвергаем главное, мы ничего не сможем построить. и я задумался над тем, как иногда мы в поисках земных благ, я за земные благ, слава Богу. Коиспоте, он хочет, чтобы все было хорошо у тебя, правда? Но знаете, как мы часто, как мы часто редко задумываемся, как мы редко задумываемся о том, что нас ждет на небесах. Вот теперь 1 Петра 1.4 к наследству нетленному, чистому, неувитаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вау! Оказывается, послушайте, на небесах что-то для нас хранится. Мы этого не видим. Мы об этом можем не знать. Это можно упустить. это нельзя упускать. Это самое ценное, что только может быть. Я не знаю, что там, и наш разум, Библия говорит, что не приходило то на сердце человеку. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, помните, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Святым, когда мы ищем. То есть первое, что для нас важно, должно быть понимание, что есть сокровища, приготовленные лично для тебя. Не упусти это никак. Не упусти. Я вчера читал вечером книгу Откровения, последние главы, про этот город прекрасный. И написано «А вне псы, чародей, все любящие неправду, лжицы». Я думаю «Господи, как не просто войти в этот город?» А Господь мне сказал «Просто, просто вот смотри, кто войдет и кто не войдет». И написано «Всякий любящий и делающий неправду не войдет в этот город. Поэтому не упусти, не упусти, колоссянам 1.5». Давайте посмотрим. Мы иногда теряем реальность, глядя на вот эти временные ценности. Но этот купец нашел, обнаружил колоссянам 1.5. «В надежде на уготованное вам на небесах». О чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования. В надежде на уготованное вам на небесах. И Евреям 10 глава. Давайте посмотрим. 10 глава и 34 стих. Смотрите. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Видите, опять вот эта система ценностей, видимое имущество, которое эти первые христиане, они теряли, но с радостью, как этот купец, который нашел такую жемчужину, ради которой он готов был все отдать, лишь бы ее не потерять. И он говорит, что вы с радостью, почему? Потому что вы знаете, что есть у вас на небесах, имущество, скажи имущество. Смотрите, имущество у тебя на небесах. Это Библия говорит имущество. Кто так скажет, у меня даже нет своего угла еще здесь на этой земле. Будет. Но главное, что у тебя там есть имущество. И он, смотрите, и дальше говорит Павел, и так не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. великое воздаяние. И что делает реальным вот эти вечные ценности? Может быть, немножко запутанно скажу, но вечные истины делают для нас реальными вечные ценности. вечные истины, когда ты находишь эти вечные истины. Ища важные или вечные истины, мы в таком поиске, мы находим ценности и входим в наследие. видите, мы очень часто не ценим то, что мы слышим, не ценим то, что читаем вот в этой книге. Мы не ищем. Понимаете? Книга. Потому что не понимаем, что это вечные ценности, не понимаем, что это мудрость Божьей. И мы не в поисках Божьей мудрости. Давайте еще немножко мы поговорим о мудрости. Божьей.